Новые ограничения, утвержденные Европейским Союзом, направлены на российскую экономику, в частности, энергетику, финансы и торговлю. Под санкции попали 116 физических и юридических лиц. Также Евросоюз включил в новый пакет ограничений более полусотни фирм из РФ, Китая, Арабских Эмиратов и Турции. ЕС впервые вводит санкции против российского жиженного природного газа. Это половина доходов российских бюджетов от импорта, от экспорта именно углеводородов. И треть этого бюджета идет на финансированные войны. К сожалению, мы видим, что эти санкции вводятся достаточно неспешно и слишком медленно. И то, что наконец-то добрались до СПГ, это очень хорошо. Запрет распространяется на перевалку СПГ с судна на судно, с судна на берег и операции по перегрузке газа на территории ЕС. При этом он не затрагивает прямой импорт СПГ в Евросоюз, от которого зависят некоторые европейские страны. Пока что речь не идет о полном запрете импорта в ЕС российского газа. Речь пока что всего лишь о запрете перегрузки в Европе газа, который идет в третьи страны, в другим контрагентам. Если рассматривать это как первый шаг, то это очень хорошо. И мы надеемся, что в следующих пакетах все-таки придут полную эмбаргу российского газа. Также новые санкции ужесточают ответственность европейских компаний в случае, если их дочерние предприятия в третьих странах будут помогать Российской Федерации обходить ограничения. В то же время Совет Евросоюза добавил 61 новую компанию в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. К ним применят жесткие экспортные ограничения. 14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины и стремлении ограничить преступную деятельность России против украинцев, включая усилия по обходу мер ЕС. Жозеп Беррель, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Новый пакет санкций предусматривает и запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты, осуществляемые в интересах физических и юридических лиц России. Например, частные самолеты не смогут летать в места отдыха или перевозить сотрудников компаний на деловые встречи. Также нельзя создавать транспортные предприятия и заниматься перевозкой грузов по территории Европейского Союза, включая транзитные маршруты. Санкции европейцы ввели и в отношении российского аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений, разработанной Центральным банком страны-агрессора. В частности, компаниям ЕС, работающим за пределами РФ, запретили подключаться к этой системе и совершать какие-либо транзакции. Тем временем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал введение 14-го пакета и призвал Европейский Союз ускорить предоставление военной помощи, в частности, дополнительные системы ПВО. «Отдельно я подчеркну необходимость ускорения поставок военной помощи, особенно противовоздушной обороны, а также увеличения производства оборонной промышленности. Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе». Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в соцсети X. В черный список ЕС попали также известные актеры, певцы и ведущие. Среди них Полина Гагарина, регулярно выступающая в рамках госпропаганды. Например, на мероприятиях в честь незаконной аннекции четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма. Актер Иван Ахлобыстин, а также певец-шаман и депутат Мосгордумы Мария Киселева. Ограничения коснулись и так называемого общественного фонда имени Кадырова и матери главы Чечни Аймани Кадыровой. В документе отмечается, что фонд Кадырова осуществлял образовательные и милитаристские программы для депортированных украинских детей с целью их отторжения от Украины и родных. Под санкции попали двое сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Международный детский центр «Артек». Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации полуострова. Продолжение следует...